Привет, друзья! Мы с моими друзьями и с моим императором на улице Аблиниса. Едем на самый северный диагноз, на море. Куда приедем продолжить съемку. О, суло. Колка. Мы едем туда. Там очень-очень красиво. Слег прошел? Да. Друзья, мы сейчас едем постоянно вдоль побережья. До мыса мы еще не доехали, но просто решили отдохнуть немножко и посмотреть на море. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы въезжаем в рую. Колка? Мы на колке. Сейчас в море пойдем смотреть. Сейчас мы найдем эту штучку. Красивая саркутка. Я еду три круга. Снимаю я, друзья, на телефон друга. Я, так скажем, делаю тест-драйв его телефона, потому что камеру я забыл свою. И вот мне даже интересно, какое качество этого видео получится. А тут до Стокгольма по морю недалеко. Всего лишь 320 километров, и мы в Швеции. Красота моря и сосульки. Греб, шипи-шипи. О, друзья, смотрите, фонари работают от солнечных батареек. Мы сейчас находимся в самой северной точке нашего державы. Это Кокра. Или... Там вот находится памятник тем, кто был взят морем. А если сходить в ту сторону, то там само море, которое взят тех, кому поставили. Кусируем. Мы тюлени нашли, представляете? Посмотрите, какой милый. Вот это да. Красота. Ладно, мы пойдем. Потому что он немножко испугал. Нет, нет, нет. Я идти в далеке маленького, но гордого человека. Местный житель. А, ну, что же Лив? Лив, по преданию, здесь еще живут. Ливы, это древний такой народ, который 300 лет назад жил в Латвии. Их потом ускрепили. Вдруг это последний? Нет, ну, что-то не слышит, что-то нам пришло. Хе-хе-хе. А это серый какой-то. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы сжет подруге поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось. Не был. Уже постучались на небеса. Накачались текилой. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел. Не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми. На небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было украшено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом. Что ж теперь поделаешь? Друзья, здесь чувствуется, что все местные жители живут на рыболовке. Потому что постоянно на берегу выброшенные сети. Постоянно на каждой коряге обрывки сетей. Везде. Куда и всего побережья я сварю сети. Это уже даже с какими-то наростами. Какие поплавки мощные. А вот, друзья, коптильно. Тут рыбку коптят. Должен вам сказать, друзья, копченая камба была пойманная на море. И свежая, закопченная. Просто очень вкусная. Правда, друзья? Нет. Красивый плетеный забор. Люди на площади радуются жизни. Есть в этом сваре какая-то прелесть. Здесь очень много недорогих, но очень красивых иномарок. То есть люди здесь довольно-таки неплохо живут. Свежая опалубка. У вас становится будет очень красиво сделать какое-нибудь красивое кафе для туристов. Мы приехали в Музей Рогов. Мы находимся в Музее Рогов. Мы находимся в Музее Рогов. Очень красивое, уникальное место. Пожалуй, единственное в Латвии. Мы находимся в Музее Рогов. Мы находимся в Музее Рогов. Я скажу вам, живу здесь, по-моему, очень красиво, как в сказке. Но если будете на колке, не поленитесь, даете до этого Музея. Шесть километров отголки в сторону Версмуса. Очень шикарно. Знаете, душевно очень. Ты же рассказывал вам калоритную историю на Музее? Нет, скажи. До свидания. Музее, что... И он продолжает семейное дело. Ну, вот, друзья, мы как бы закончили свое путешествие. Едем обратно домой. Всем пока. Всем... Нет, подожди, пока тогда рано. Всем советую путешествовать. Это очень прикольно, даже если по своей стране. Так что всем пока. До новых встреч. Глеб, скажи пока. Пока.